В прошлом своем выпуске я просил, чтобы вы оставляли свои вопросы, адресованные мне, но, как обычно это бывает, почему-то игнорируют мои просьбы и вопросы оставляются в личке. Еще раз попрошу, делать это нужно в Ютьюбе, под тем выпуском, где я это просил делать, в последнем выпуске. Ну ладно, коль так получилось снова, что вопросы вы оставляете в личке, но некоторые прозвучали именно в комментариях в Ютьюбе последнем, то я на них отвечу. То есть те, которые были оставлены именно в комментариях в прошлом выпуске в Ютьюбе. И отвечать я буду не откуда-нибудь, а из Армении. Я сейчас нахожусь в Армении, но не в той Армении, о которой вы думаете. Я нахожусь в Колумбии, в городе Армения. И вот я сейчас на Мирадор. Вот здесь написано, я люблю Армению. Вот они тоже любят Армению, хотя они и колумбийцы, потому что это их город. Впрочем, я тут нахожусь не зря, не просто время провожу, но и буду снимать фильм об этом городе. Ведь многие об этом городе слышали в наших широтах, но практически мало кто здесь бывал. А между тем, очень похожая природа, я вам скажу. Здесь и горы, вон они там находятся. Но это все будет в выпуске. А сегодня я вам отвечу просто на вопросы. А сегодня я вам отвечу просто на вопросы. Это были небольшие кадры из будущего моего фильма по Колумбийской Армении. Постараюсь вкратце вам рассказать, показать этот город. Но это будет позже. Надо сначала поработать над этим фильмом. И как я говорил, вернемся все-таки к вопросам, которые вы оставили под прежним выпуском в Ютьюбе. Вопросов, еще раз повторюсь, было очень мало, просто крайне мало. Я удивился, потому что в личку много вопросов, а вот так вот почему-то не захотели публично мне их задавать. Ну, я думаю, там, наверное, вот я насчитал, что к 7-8, наверное, вопросов. Ну, тем лучше отвечу на них, на те, что есть. Ну, сразу оговорюсь. В начале я говорил, что отвечать буду на вопросы в городе Армения, в Колумбии. Но так получилось, что у меня там не было времени. Много ездил я и по окрестностям этого города, был за городом, много чего поснимал. И каждый раз откладывал на вечер. И дни так пролетели, что я просто не успел там записаться. И решил перенести в Боготу, столицу Колумбии. А в Боготе оказался так и вовсе интернет очень слабый. Там я записаться не мог в силу технических уже причин. Поэтому вот записываюсь сейчас уже по возврату в Соединенные Штаты. И отсюда отвечу вам на вопросы. Ну, сразу отвечу на вопрос, так как он прозвучал несколько раз от разных людей. Почему такое плохое качество видео? Ну, ответ, наверное, очевиден. Вы же понимаете, что я нахожусь не дома, чтобы снимать и заливать это в компьютер. Я передаю это через WhatsApp. И WhatsApp, естественно, ухудшает изображение. И потом все это заливается уже нашим техническим редактором на канал в YouTube. Оттого и, значит, такое качество. Как вам выборы, прошедшие в Армении? Резонный вопрос. Конечно, ожидал этого вопроса. Как же его не спросить? Ну, я уже устал повторять, что для меня это не выборы. Может, для кого-то это выборы. Судя по всему, наверное, для кого-то это были выборы. Я был ни за тех, ни за других. То есть, лично передо мной не стояло никакого выбора, чтобы за кого-то голосовать. Чуть-чуть, может, кто-то превышает в позитиве. Чуть-чуть кто-то менее, скажем, превышает того. Вот как-то, знаете, по лесенке. У этого лучше то-то, у того лучше это. Но оба на дне, на самом деле. И для меня это не выборы. Я уже говорил и много раз говорил о своих предпочтениях. Говорил в открытую, чего спасет Армению. Армению спасет только диаспора. Все остальное, вот как вы видите, вот эти рыла, которые там боролись между собой за место, они все друг друга стоят. Ну, у каждого какие-то свои, может быть, предпочтения, да, но они друг друга стоят. И поэтому лично у меня, передо мной, не стояло никакого абсолютно выбора. Я следил за событиями, следил не так увлеченно, как это делал обычно, потому что, следил только, наверное, потому что меня, естественно, интересовало будущее страны. Только поэтому. А вот кто из них победит, я имею на это право. Меня абсолютно не интересовало, потому что выбора никакого, как такового, не было. По этому человеку, который победил, скажем так, да, Пашинян. Ну, я не знаю, но видно же, кто за него голосовал. Я, конечно, извиняюсь перед многими людьми, потому что я понимаю, что за него был большой набор процентного соотношения. Ну, крестьяне выбрали себе, скажем так, председателя колхоза. Ну, варчапет, ну, кто там жил в Армянской ССР в советские годы. По-моему, варчапет от председателя колхоза сам термин особо-то и не отличался. Вот они и выбрали слой населения, которое особо и не увлекается политикой, устало от всего, от одной только фамилии Кочарян, им уже становится дурно. Вот они и пошли, проголосовали, как им кажется, за меньшее зло. Ну, чем поплатятся, все мы это увидим. И не дай бог, чтобы это произошло, о чем мы сейчас все подумали, да. Но, думаю, с этим человеком ничего хорошего не будет. Хотя бы потому, что он просто бездарь. И все мы это знаем. Мы давали ему время. Я просил не ликовать. Помните первые те дни революции? Я просил не ликовать. Да, хорошо, что он умудрился смести ту старую власть. Но при этом-то толку с него-то особо-то никакого. Он только позорил Армению на международной арене. Да и все, больше толку никакого не было с него. Всех, кого он обещал посадить, все депутатами стали. Так что особо возлагать на него надежды не стоит. У меня еще тут спрашивают, как вы думаете, взял ли он деньги с Алиева или там с Эрдоган. Слушайте, да он настолько туп, что у него даже мозгов не хватит что-либо продать. Я вам так отвечу. Я, конечно, утрированно говорю. Но я вам так отвечу. Вадим, как вы думаете, может ли Армения бойкотировать карские, московские договоры 1920 года? Может, конечно. Только я не думаю, что Армения сейчас в нынешних условиях способна на этом. Она едва удержала Арцах, который сейчас ни нашим, ни вашим. Он не азербайджанский, не армянский. Он какой-то такой в подвешенном состоянии. Его Россия вот так вот держит между теми и теми. И кто первый начнет тупить, от того полностью Арцах и уйдет. Это я говорю не то, что от себя. Это я говорю, если логически прикинуть. Так что мы это-то толком не удержали-то. Мы республику Армения-то сейчас как бы в таком подвешенном тоже состоянии. И все силы, все мозги нужно, все средства на нее направить. Да, мы говорим о московском и карском договоре. Ну, хорошо, допустим. Даже если Турция на блюдечке сейчас преподнесет. Карскую область, Сурмалинский уезд. Да, вот просто скажет. Да, вот действительно, геноцид был, мы извиняемся. А вот эти территории так вообще к геноциду отношения не имеют. Это нам были переданы уже Россией. И мы возвращаем ради нашей дружбы, ради того, чтобы мы вместе шли в будущее. Ну и что? Что с этими территориями Армения сделает? Это огромные территории. Вместе взятые, ну, практически, как сейчас одна республика Армения или даже чуть больше, да. И что дальше? Кто-то удержит эту территорию вот при этой власти? Вот при этом в Арчапете? Гюгапете этом? О чем вы говорите? Сейчас не об этом надо думать. Сейчас нужно укреплять республику Армения. Всеми средствами, всеми силами, сплочением всей диаспоры. Я это просто вижу. Наши алмазы по всему миру, я с ними встречаюсь. Я не являюсь министром диаспоры и не претендую на эту должность. Тем более, что ее сейчас нет, да. Но я вижу из того, что вижу, езжу по миру. И в западном полушарии было, и в южном полушарии, и в восточном полушарии. Наши алмазные головы рассыпаны по всему миру, но им не дают заниматься Армении. Деньги, пожалуйста. А вот внедрять свои умения, навыки, это ничто. Потому что власть принадлежит гюгапетам. Вот и все. Так что думать о Карском и Московском договоре сейчас рановато. Уж слабы мы пока. Я уверен, что это действительно пока. Так что не сегодняшний разговор о Московском и Карском договорах. Вадим, когда вы снова планируете приехать в Армению? И будет ли встреча с подписчиками? Вы знаете, встречу-то с подписчиками устраиваю не я. Должен быть какой-то организатор, который бы меня пригласил и устроил эту встречу. Ну что думаете, я вот пальцем по карте, куда мне взбрелось, туда и поехал, что ли? Да, бывают такие случаи, когда я, например, еду в какой-то город, сам еду по каким-то своим делам, да? И даю объявление и встречаюсь с моими подписчиками. Но по большей части я еду туда, куда меня приглашают. Если найдется человек, который устроит такую встречу с моими подписчиками, то я с удовольствием встречусь. Почему нет? Я встречаюсь и в городах России, тоже и за рубежом. Поэтому зависит не от меня. Если есть такая возможность у вас или у ваших знакомых, которые организуют такую встречу, то я буду только рад. Я ни от кого не прячусь. Я встречаюсь со всеми, независимо от национальности, религиозных предпочтений. И с удовольствием это делаю. И темы закладываю самые разные. От армянских традиционных до вот этих вот путешествующих, так скажем. Потому что любые мои путешествия я все равно связываю с армянством. И это не просто пшик какой-то. Я делаю фильмы, которые демонстрируются для армян русскоязычных. И не армян тоже. Потому что я делаю вкрапления так, чтобы это было интересно не только армянам. Также выйдут книги по истории культуры армянских диаспор в разных странах мира. Это будут тома, Европа, Азия, Америка, Африка. И книги выйдут уже в ближайший год, в 22-м году. И все, с кем я когда-либо встречался, разговаривал. Все эти имена тоже будут в этих книгах. Потому что они априори записаны в книге моей уже жизни. Все эти люди, которые помогали мне передвигаться, встречаться с разными людьми. У кого-то я ночевал, сидел за одним столом. То есть, все это будет тоже в этих книгах. Тут вопрос еще по поводу армянского гражданства. Армянское гражданство делается довольно-таки просто. Ничего тут сложного нет. Достаточно иметь кого-либо из армян в предках. Не обязательно, чтобы все были армяне. Если только папа, даже если только мама, бабушка, дедушка. Это тоже на руку. И можно запросто сделать армянское гражданство в качестве второго. Не теряя первое гражданство. Ваш там американское или российское, французское. Все равно. Вы можете получить армянское гражданство. Записаться на прием. Заполнить аппликейшн. Приложить документы. Какие требуются. Фотографии. Заплатить пошлину. Пошлина она довольно-таки маленькая. Небольшая. По-моему, долларов 20. Или, скажем, полторы тысячи рублей. Поэтому все это сделать легко. И от полугода до года ждите. И вам придет ответ. Только что получать нужно будет уже в Армении. Подавать на гражданство можете в своей стране. А вот получать, ехать за паспортом уже непосредственно в Ереван. В торжественной обстановке вам, значит, вручат паспорт. Так что ничего сложного нет. Было бы желание. Вадим, ваше мнение о Корноухове и Пегове. Очень двоякие личности. Но я бы удивился, если бы кто-то был бы недвояким. Послушайте, я не знаю, что вы имеете в виду под двоякой личностью. Но я с Корноуховым не знаком. По Пегову могу сказать, что у нас в прошлом был один и тот же начальник. Это Арам Габриэлянов, Арам Ашотович. Это был и его шеф, и мой шеф. Насколько я знаю сейчас, я точно уже у него не работаю. И давно не работаю. И, насколько я знаю, Пегов тоже на него давно не работает. И вообще я вам одну такую вещь скажу. Вы знаете, вот если говорить о колуарах, вот я говорю честно, кладу руку на сердце. Если говорить о колуарах, то в СМИ, в российском СМИ, достаточно много проармянских журналистов. Это могут быть и журналисты, и операторы, и телеведущие. Ну, абсолютно разные люди. Я вам скажу, ну, процентов 80 это проармянские люди. Процентов 80. Говорю вам абсолютно точно. И то, что происходит в политике России, в кремлевской политике России, они сами не поймут порой. Они работают на Кремль. Они вещают то, что хочет услышать Кремль. Но при этом они остаются проармянскими. Но они не могут пойти вопреки Кремлю. И порой я вижу, что они сами не понимают, что происходит. Между тем же Кремлем и Турцией. Почему Москва прощает Анкаре буквально все. Почему Москва прощает Баку буквально все. И в калуарах ведутся такие разговоры, что здесь какая-то игра затеяна. Игра на то, что в поддавки. Что вот мы вам поддаемся, а заодно будем смотреть, как вы будете себя вести, что будете дальше делать. И если что-то не понравится, дам по мозгам и тем, и другим. То есть и Анкаре, и Баку. Я не знаю, еще раз говорю. Я не могу сказать. Но вот так вот получилось, что в СМИ действительно, ну там и армян там много довольно-таки. В СМИ, кстати говоря, не только в российском СМИ много армян. Но и в американском СМИ, во французском СМИ много армян. И сама общественность, она проармянская. Очень мало процентов. Вы, наверное, сами это заметили, что вот самые такие дубы, да, войдите. Ну процентов пусть там, я не знаю, 6-7, ну пусть 10. Такие проазербайджанские выкормыши, довольно-таки неприятные люди. Не потому что я армянин, и они мне не нравятся, да. А потому что даже вот ставить на весы, посмотреть. Все, кто проазербайджанские, они довольно-таки туповаты сами по себе. Проармянские, они более такие солидные. И я могу даже фамилии перечислить, да. Но взять того же проармянского Познера. Взять того же проармянского Соловьева. Взять того же проармянского, не знаю, как его, умный такой человек один есть. Забыл, как его зовут. Вассерман, во. Да их полно просто. Их полно. Другое дело, что, ну эти все люди Кремля. Да, нам порой не нравится то, что делает Кремль. Из-за этого нам порой бывают неприятны вот эти вот проармянские люди. Но что делать? Они граждане России. Они получают деньги, которые платит им Кремль. И они должны вещать то, что хочет Кремль. Но и в то же время защищают армянские интересы. Поэтому давайте, ну как-то смиримся с этим. Ну что ж тут поделаешь, да. Как-то с этим смиримся. Да, совпали вот какие-то вещи. Какие-то вещи не совпали. Но говорить сразу о том, что они подозрительные, неподозрительные. Ну слушайте, а что вы хотите-то? Почему они должны быть неподозрительные? Мне уже знаете, сколько всего пишут там и про лапшин. А вот как ты думаешь, что-то лапшин так в Армении. Да живет он там. Вам какое дело, что лапшин делает в Армении? Ты-то чего не делаешь в Армении? Ты где-то там живешь за бугром, да. И тебе не нравится то, что лапшин живет в Армении. Или там о других говорят, про армянских людях, которые часто приезжают в Армению. А что они там так часто делают? Вообще что ли уже? Какие-то сплетни распускаете о людях. Вот тот-то сказал то-то, что он там шпион азербайджанский. Слушайте, ну вот такие люди только выбирают себе в президенты или в премьер-министры гюгапетов. Потому что башка абсолютно не варит. Так что я хочу сказать, что, как я уже сказал, не нужно вот обращать внимание и скептически относиться к кому-либо. Нужно, значит, понять важное. А. Пусть он будет сукин сын, но он наш сукин сын. И Б. Этот сукин сын гражданин там какой-либо второй страны. И, естественно, он будет защищать в том числе, а может даже и на первом месте, интересы своего государства. Это нормально. Что мы на них обижаемся? У нас есть армяне, которые вообще машут рукой на Армению и защищают интересы только той страны, где они живут. А вы о Пегове там или о Корнаухове или еще о ком-то. Все нормально. Коль у нас у самих дубы, не нужно на кого-то других валить. Давайте все-таки обращать внимание на представителей своего сначала народа. А всем, которые за нас рвут, им огромное спасибо. Независимо от того, от кремляне, от Вашингтона, от Биг Бена, еще от кого-то. Главное, что хоть за нас кто-то что-то говорит, коль мы сами не можем этого сделать. Вадим, могли бы Вы посетить могилу Джека Лондона и высказать слова благодарности от арцахских мальчиков, которые укрывались от бомбежек и зачитывались его книгами? Я это уже сделал. Я побывал на могиле Джека Лондона. Вот сейчас перед Вами эти фотографии. Побывал я на его могиле, побывал я в его усадьбе и мысленно выразил слова благодарности великому писателю, великому путешественнику. И от Вас, и от себя. Феридун Гардашев пишет. Вадим Джан, можешь эти два миллиона армян увезти оттуда куда-нибудь в Америку, чтобы человечество жило нормально? Я так понимаю, что из республики Армении, наверное, увезти, чтобы человечество жило нормально. Знаете, Пердун Какашев, я скажу так. Дело в том, что как раз-таки человечество, человечество как таковое, уважает и знает армян. А вот вас не везде знают. Ну, в каких-то высших кругах, где там иногда сталкиваются с Баку, да, знают. А вот человечество уважает и знает армян. Я это могу сказать, так как сам много езжу по миру. Много очень, не только городов, названных Арменией, да, с чего мы начали сегодняшний выпуск. Ну, и в некоторых странах похоронены и армянские цари, города, которые основали сами армяне по всему миру. Учебных заведений полно. Вот, например, сегодня я был в глубине аж Пенсильвании. Это не какой-нибудь там город, типа Филадельфия или Трентон, да. А это маленький такой городок Роднер, где Armenian Sisters Academy, то есть там учатся армянские дети уже много-много лет, находятся в лесной чаще, шикарно, красиво, на армянском преподавании, на английском, на испанском в качестве иностранного. И таких Роднеров по всей Америке и по всей Франции довольно-таки немало. Это говорит о том, что армяне стремятся к образованию, и где бы они ни жили, они учатся, они стремятся к образованию. Чего не скажешь о некоторых. Деньги научился считать и на базар. А если папа с галстуком, то можешь стать нефтяником. Так что, Пердун Какашев, вот мой вам такой ответ. И когда вы говорите о человечестве, вы, наверное, хотели сказать Гейван Отечества. Гейван Отечества, да, там, конечно, им армяне мешают. А вот человечеству как раз-таки армяне не мешают, только приветствуют. Вот как бы мой вам ответ. Из Казахстана пишет Ашумхан Саттебаев. Ну, судя по всему, казах по национальности. Салам алейкум из твоей Родины Казахстана. Салям. Вот он спрашивает, как вы думаете, Вадим, могут ли армяне и азербайджанцы жить вместе, дружно? Ну и так далее. Там большое очень письмо. Ну, что мне вам ответить? Я думаю, лучшим ответом будут вот мои выпуски, которые, я так понял, вы смотрите. Вот любой выпуск откройте, который вообще даже азербайджанцев вообще не касается. Мы говорим об внутриармянских вещах. Я уж не говорю о выпусках, где мы говорим об истории и культуре Азербайджана, но и просто о внутриармянских. Вот просто откройте комментарии и посмотрите о том, что пишут армяне, здравомыслящие, вполне нормальные комментарии. И что пишут те, которые называются азербайджанцами там. И вам будет ясно, может ли быть мир с этими людьми или нет. Вот, например, предыдущий вопрос, на который я ответил, да, в принципе, ответил так же, как и прозвучал вопрос. Вот лучшее, наверное, логическое заключение, лучшее объяснение на то, может ли быть мир. Да, может, конечно, быть мир, но это будет далеко не скоро. Смотрите, армяне где только не живут, в том числе и в странах, где мусульманское большинство. Мусульмане их очень уважают. Так же и армяне очень уважают мусульман. Армяне есть, исторически есть, не просто есть, они исторически есть. То есть в Тегеране, в Каире, в Дамаске, в Амане, в Кувейте, в Самарканде, в Бухарее, в Ашхабаде. Во многих городах с мусульманским большинством. И они везде в почете и уважением, пользуются этим почетом и уважением. И мало кто может сказать плохого об армянах. Ну, а конкретной личности какой-то это понятно. Среди разных народов есть и гнилые люди, и довольно-таки хорошие люди. Но в целом, в большинстве своем, в мусульманских странах, где я в том числе тоже много раз бывал, к армянам относятся довольно-таки хорошо. Единственная страна, даже не Турция, а Азербайджан, у которой политика армянофобии, она мало того, что внедряет, прям впихивает в головы своих детей армянофобию, но и пытается стравить, натравить другие страны, мусульманские, против армян. Пишут, сочиняют всякие там штучки, что армяне там убивают мусульман или убивали, устраивали какие-то там геноциды и прочее. Хвосты, если изучить эти вопросы, хвосты ведут в Азербайджан. Повторюсь, даже не в Турцию, а в Азербайджан. Почему даже не в Турцию? Потому что те же турки довольно-таки хорошо относятся к армянам. Ну, кроме пан-тюркистов, это понятно. Но в целом турки довольно-таки хорошо относятся к армянам, и я сам был свидетелем этого, потому что у них даже, если они в своих ДНК находят армянские гены, армянскую кровь, они даже пытаются стать армянами. И гордо об этом говорят. А в Азербайджане могут повеситься из-за этого. Хотя вы же понимаете, что не будь и у нынешних азербайджанцев, народа, который нынче называют азербайджанцами, той же армянской или лесгинской, или талышской крови, они бы этнически, то есть расово особо не отличались бы от тех же казахов, например, да, башкир и других. Соответственно, в них есть и армянская ДНК, и талышская, и лесгинская, и кого там угодно. И поэтому они расово сейчас другие, хоть и тюрки. Но вот для турок, в принципе, проблем с этим нет. Ну вот, впрочем, ребята, и все вопросы, я вам говорил, что их достаточно мало, все вопросы, которые мне поступили, я честно на них ответил, как и пообещал. А учитывая, что я только раз в полгода отвечаю на вопросы, да, то, ну вот как-то так получилось, что почему-то вопросов было очень мало. Я понимаю, вы, наверное, устали от всего, от этой политики, от этой всей грязи. Ну, что было на то, я, как говорится, и ответил. Ну, и в конце концов, мой отпуск заканчивается, и с июля начнет работать в эфире также антитопор. Приглашаю вас к просмотрам. Подписывайтесь сами, кто еще не подписан. Подписывайте своих друзей, своих знакомых. Думаю, будет интересно и им в том числе смотреть антитопор, как и вам. Всего вам хорошего. Люблю вас всех. До свидания. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok